В Сочи при пожаре в бараке погиб человек. Возгорание произошло в восьмиквартирном доме в Перилке-Заводской. В Сочи грузовик с пивом попал в аварию. ДТП произошло сегодня утром в Хостинском тоннеле. Вопрос обращения с отходами стал сегодня ключевым на сессии городского собрания Сочи. Депутаты обсудили генеральную схему очистки города. Лучшие боксеры мира провели открытую тренировку. Бой Гассиев-Дортика состоится в Сочи в рамках Международного боксерского форума. Крупная французская компания планирует расширить свое производство на Кубани. Бандюэль собирается запустить новую линию в Тимошевском районе. Об этом руководитель фирмы рассказал на встрече с главой региона Вениамином Кондратьевым. В Краснодарском крае компания планирует выпускать консервированные овощи в стеклянных банках. Закупать горошек и кукурузу, как и прежде, будут преимущественно выращенные на Кубани. Я хотел бы отметить одну цифру. Из всего нашего объема продаж в России 80% продукции приходится на продукцию, произведенную в Краснодарском крае. И только оставшиеся 20% – это импорт из других стран. Качеством продукции, выращенной на территории Краснодарского края, можно гордиться. Поэтому отныне на наших баночках написано, что этот продукт сделан на Кубани. Бренд, произведенный на Кубани, он уже во многом предопределяет успех вашего горошка на рынке. Только потому, что на самом деле в нашей стране все, что произведено на Кубани, и выращено особо высоко ценится. Для нас принципиально важно, что вы активно сотрудничаете с нашими фермерами, с нашими сельхозтоваропроизводителями, заключая с ними долгосрочные договоры на закупку сельхозпродукции по фиксированной цене. И здесь выигрываете и вы, получая качественную сельхозпродукцию, то есть сырье. И, конечно, наши фермеры, наши сельхозтоваропроизводители, которые получают гарантированный сбыт. Расширение производства означает и увеличение рабочих мест, и налоговых поступлений, что также немаловажно, отметил Вениамин Кондратьев. Бандюэль Кубань сегодня входит в число бюджета образующих предприятий региона. За 10 лет в казну региона оно перечислило больше 6 миллиардов рублей. В Сочи при пожаре в бараке погиб человек. Возгорание в восьмиквартирном доме в переулке с заводском произошло накануне вечером. Из барака эвакуировали 10 человек. Их временно поселят в пансионате. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В его тушении задействовали 50 человек и 13 единиц техники. Однако без жертв не обошлось. Погиб хозяин барака – 60-летний мужчина. В Сочи грузовик с пивом попал в аварию в тоннеле. ДТП произошло сегодня утром в Хостинском тоннеле по направлению Вадлер. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. От удара из грузовой газели на дорогу вывалились несколько коробок с баночным пивом. Из-за аварии собралась пробка от Мацессинского виадука. Жертв нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Вопрос обращения с отходами стал сегодня ключевым на сессии городского собрания Сочи. Еще депутаты обсудили генеральную схему очистки города, а также перспективы САХА, вернее, возможности финансового оздоровления предприятия. А через два года на курорте может заработать программа по раздельному сбору мусора. Подробности в нашем следующем сюжете. Мусора в Сочи становится больше с каждым днем. В прошлом году из города было вывезено 3 миллиона кубометров отходов. Правда, до транспортировки мусор периодически скапливался на разных площадках курорта. Сегодня полигоны очищены. К концу дня обещали опустошить и самый обсуждаемый мусорный полигон, что за авторынком. В САХе кризис. Его финансовое оздоровление народные избранники будут обсуждать отдельно на следующей сессии городского собрания. Сегодня же комплексно рассмотрели другой выход из сложившейся ситуации, а именно работу регионального оператора организации «Чистый город», которая уже получила лицензию на сбор и транспортировку мусора. Много еще бросового мусора, те, которые без заключения договоров. Показано, что около 7% населения еще не заключены договора, даже не заключены договора. Определенное количество юридических лиц, которые не заключили договора. Согласно той же генеральной схеме, которая есть, действующая, существующая, для этого население должно заключать отдельный договор с САХом, либо с другой компанией, которая должна вывести этот строительный мусор. А он оказывается у нас на контейнере. Договора на одну сумму, а объем мусора другой. Поэтому здесь просто наведение порядка. И вот раздельный, кстати, сбор мусора, он как раз и поможет нам решить эту проблему. К раздельному сбору мусора в Сочи приступят в 2020 году. Региональный же оператор транспортировкой мусора за пределы города займется в четвертом квартале этого года. Проблемой номер один мусор в Сочи стал в том числе по причине отсутствия на курорте финальной точки и конечной остановки, подчеркивают депутаты. Утилизировать отходы можно лишь на заводе. И сегодня такая возможность появилась. Депутат Госдумы от города Сочи Константин Затолин стал инициатором того, чтобы одним из пяти городов, в которых правительство страны планирует строить мусороперерабатывающие заводы, стал Сочи. Идея одобрена президентом, подчеркивает депутат. Правда, такое решение взбудоражило сочинцев, особенно жителей поселка Верхнее Буу Лазаревского района. Изначально именно там нашли нужную площадку для строительства. Сейчас же в проектном плане рассматривается восемь участков. Цена вопроса – это 23 миллиарда рублей. Стоимость этого завода производительностью – 450 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Насколько я понимаю, на сегодняшний день город Сочи производит примерно 350, да, Юрий Федорович? Тысяч тонн отходов. Хотя вы считаете в кубометрах, но вот если в тоннах говорить. Примерно так. То есть речь идет о том, что завод, который будет построен, будет работать на перспективу. При этом условием этого проекта является не увеличение тарифа с населением. Что касается беспокойства горожан по поводу загрязнения атмосферы, то они беспочвенно, отмечает Затулин. Проект, который будут строить по программе «Зеленый тариф» – экологически чистый. В Париже такой завод стоит рядом с эйфревой башней. В Вене он стоит в центре города. И там расположен популярный ресторан, кафе, туда приходят люди. Там живут какие-то редкие животные, специально, чтобы показать, как у нас все здесь экологически безопасно. Это совсем иной уровень технологий. Еще раз хочу заметить, что это решение дважды докладывалось президенту Российской Федерации. Можно сказать, что после того, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграл такую ключевую роль в свое время, в судьбе города Сочи, добившись проведения здесь Сочинской Олимпиады, это второе по объему решение, которое им принимается в пользу Сочи и сочинцам. Заседание комиссии, на котором будет принято решение о строительстве мусорного завода в Сочи, состоится в правительстве страны на следующей неделе. Сочинские же депутаты сегодня приняли решение о создании своей комиссии по ЖКХ, которая будет контролировать процесс на местах. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Проголосовать не по месту регистрации, а по месту своего фактического пребывания могут в этом году все жители страны. Подать заявку можно с 31 января. В Сочи даже в зоне горнолыжного курорта открыт пункт приема заявления включения в списки избирателей для лыжников и сноубордистов. Это железнодорожный вокзал «Роза Хутор». Сейчас у нас проходит горнолыжный курорт. Наши специалисты управления по курортам подтверждают, что загрузка достаточно высокая. И мы действительно такую потребность ощущаем по звонкам, которые поступают в территориальную избирательную комиссию, муниципальную избирательную комиссию, о возможности подать заявление. Новый порядок голосования разработан в Центральной избирательной комиссии. Даже если человек находится на отдыхе или в командировке, начиная с 31 января по 12 марта, он может подать заявление о желании проголосовать в любую территориальную избирательную комиссию по месту своего пребывания. Если человек знает, что в день выборов не будет находиться в своем городе, тоже может заявить об этом в любой пункт приема заявлений и получить отрывной талон. Его избиратель потом предъявит по месту своего пребывания 18 марта. Нужно поехать в Москву. То есть на день выборов меня не будет здесь. А пропускать такое событие я бы не хотела. Избиркомы ведут прием в зданиях районных администраций, либо можно обратиться в филиалы МФЦ в Сочи-4, или в электронном виде подать заявление на единый портал госуслуг. Для удобства жителей Дагомыса пункт приема заявлений действует в здании администрации Волковского сельского округа. А уже с 25 февраля можно заявиться в участковые избирательные комиссии. Елена Овсетина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Около 50 улиц и переулков отремонтированы в Хостинском районе. Но работы не завершаются. В этом году они будут продолжены. Погода сейчас, конечно, не способствует дорожным работам. Поэтому пока администрация Хостинского района показывает, где дороги уже благоустроены. Это улица Мацессинская. Поворот к поликлинике от отдела полиции. Ранее маршрутные автобусы отказывались даже наверх подниматься. Такие ямы, такие выбоины были по дороге. На сегодняшний момент, как вы видите, установлен бордерный камень новый. Хорошо заасфальтирована дорога. Устроены ливневые стуки. Все как положено по технологии. Кроме всего прочего, здесь очень старые деревья. И уже нависали над дорогой. Они тоже были спилены. Аварийные деревья спиливают, другие кронируют. Так в Хостинском районе реализуется программа малых дел. Тема дорог, конечно, остается самой актуальной на сегодня. В прошлом году капитально отремонтировано 173,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В краевую программу дорожная деятельность попала и улица Глазунова. Это в самом поселке Хоста. Здесь также новые бордюры и полностью обновленное дорожное покрытие. Обращались в Хостинскую администрацию. Хостинская администрация нас услышала. Теперь у нас очень хорошая дорога, по которой можно ездить, потому что тут было невозможно ездить. Сейчас все хорошо жить. Или Глазунова, все довольны. 48 улиц и переулков районов выглядят теперь совсем по-другому. Как и новые территории, которые раньше зарастали бурьяном, едва можно узнать. Продолжается благоустройство в районе Яна Фабрициуса. Открытый к фестивалю молодежи и студентов сквер расширяется. Он получил продолжение ручья Малы. Здесь также проложены дорожки, их замасили брусчаткой. Появились дополнительные прогулочные зоны с местами для отдыха. Обустроены два прохода от сквера к остановке Фабрициуса. Восстановили освещение. Все зеленые насаждения приведены в порядок. Но озеленение получит свое дальнейшее продолжение. Здесь будет еще газоны, цветы высажены. Кронирование сделали деревьев, обрезку пустарников. Надеюсь, что по весне здесь будет очень красиво. В Сочи в разных районах курорта в прошлом году было благоустроено и открыто четыре новых места отдыха. Это новые парки и скверы. В этом году для горожан и гостей курорта запланировано обустроить как минимум еще четыре зеленых зоны, где именно могут решить сами жители, поучаствовав в программе «Комфортная среда». Льготников, пенсионеров и автомобилистов с началом февраля ждут нововведения. Что изменится, узнаем в следующем материале. Пенсии в этом году были проиндексированы не с 1 февраля, как обычно, а уже в январе. Тем не менее, 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки получает большинство категорий льготников. Например, инвалиды, жители Севера, дети-сироты. Ее сумма увеличится на 178 рублей и с февраля составит 4 983 рубля, сообщает портал «Из.ру». Кроме того, почти на треть увеличится пенсию отставных работников прокуратуры и Следственного комитета. У них появятся также ежемесячные надбавки за классный чин, что увеличит выплаты еще на 6-7 тысяч рублей. Ежегодно в феврале пересматривается также размер детских пособий. Так, размер разового пособия при усыновлении ребенка составит 16 759 рублей. Выплаты по беременности женам военных срочников вырастут до 26,5 тысяч. Те, кто усыновляет ребенка-инвалида, смогут получить 128 тысяч. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 3 142 рублей. Исключение составит только материнский капитал. Его сумма в этом году не изменится. По-прежнему 453 тысячи рублей. С 1 февраля будет проще получать загранпаспорта нового образца, которые выдаются на 10 лет. Теперь их обязаны будут выдавать как минимум в одном многофункциональном центре госуслуг. Специально для этого там должно быть выделено как минимум одно окно. Правда, коснется нововведения только жителей городов федерального значения, а также городских округов и административных центров, в которых проживают больше 100 тысяч человек. Для всех остальных процедура останется прежней. 1 февраля в российских городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, начнется аккредитация такси для работы на Чемпионате мира. Чтобы получить право работать во время Мундиаля, автомобили должны быть не старше 4 лет, иметь желтые знаки госрегистрации и опознавательный фонарь. Кроме того, в этих машинах должна быть установлена система, которая будет в онлайн-режиме передавать информацию о местонахождении. А пассажир всегда должен иметь возможность ознакомиться с информацией о тарифах и водителе прямо в салоне автомобиля. Среди других требований – возможность безналичной оплаты, наличие детского кресла и отсутствие неоплаченных штрафов. В феврале все заинтересованные перевозчики могут подать документы на аккредитацию, а сам процесс продлится до конца мая. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Был город-фронт, была блокада. Эти строчки не просто поэтическое произведение, а страницы биографии для многих россиян. 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. В Сочи продолжаются памятные мероприятия, посвященные этой дате. Столица Южная вспоминает о столице Северной. В Сочи много тех, кто в детстве не понаслышке узнал страшный голод. Сегодня со сцены Дома культуры Центрального района звучали песни и стихи военных авторов. Тех, кто, умирая телом, не сдавался душой, пели и более поздние песни, но тоже о вечных ценностях. Сталия, друзья, по славу стою, беспокойную любость свою. 872 дня Ленинград держал оборону. Единственным путем сообщения с городом оставалось Ладожское озеро. По нему и протянулась дорога жизни. Каждый день в Ленинграде умирало более 4 тысяч человек. Взрослые отдавали свою пайку хлеба малышам и сами погибали от истощения. В самом Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, много мемориалов, напоминающих о тяжелых днях блокады. Но главный памятник – в сердце каждого пережившего эти страшные дни. Для них сегодня свое музыкальное приношение подготовили все районные ансамбли. Сочинские вольные борцы стали лучшими на всероссийском турнире. Воспитанники спортшколы номер 10 завоевали серебро и золото. Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы советского борца, олимпийского чемпиона Александра Иваницкого прошел в Москве. Там сразу двум нашим вольникам удалось показать самые высокие результаты. Победителей турнира сегодня чествовали в Сочи. Главными героями стали Гоча Берешвили. Он выиграл серебро в весовой категории до 48 килограммов. А Самвел Терзян привез в турнира золото, став лучшим в весовой категории до 51 килограмма. Теперь он будет представлять нашу страну на первенстве Европы. У него дисциплина на высочайшем уровне. В финале он, проигрывая 6-2, вырвал схватку. Вырвал схватку, показал характер. И этот характер вырабатывается именно вот здесь, на тренировке. Это очень большой труд. Сейчас победители продолжают тренироваться. Задача – показать характер. И на первенстве Европы. Оно состоится в конце апреля в Киеве. Лучшие боксеры мира провели в Сочи открытую тренировку. Сегодня в торговом центре «Море Мол» прошла тренировка участников боксерского шоу «Гассиев Дортикас». Расскажет Ольга Десятого. Посетители торгового центра сегодня своими глазами смогли увидеть лучших боксеров мира. Здесь прошла открытая тренировка участников боксерского шоу «Гассиев Дортикас». Сначала на ринг по очереди выходили участники так называемого «андеркарда», то есть поединков, которые будут предшествовать главному бою предстоящего шоу. В их числе и Иваги Саруханян. Сочинец по прозвищу «Фантом» будет защищать свой титул чемпиона WBS International в легком весе. Его соперником станет «японец». Участники титульных поединков один за одним выходят на ринг и показывают то, что обычно делают за закрытыми дверями спортивных залов. От выхода к выходу ринг окружает все больше зрителей. Все ждут главных звезд. Первым на ринг поднимается юниор Дортикас. Доктор нокаут, так называют кубинца, не сомневается в победе. Говорит, что приготовил для Гассиева атомную бомбу. «Сочи – замечательное место, и я рад, что буду здесь боксировать. Я продемонстрирую, что я король нокаута, и что могу сделать это, когда захочу». Мурат Гассиев вышел на ринг под овации зрителей. Боксер из Осетии показал, пожалуй, самую интересную тренировку. Не только боксировал, прыгал на скакалке и разминался. Ну а главный интерес журналистов – ожидание от боя с королем нокаутов. «Жду только победы, а там как получится». «Какой настрой перед боем?» «Настрой побеждать. Впрочем, как и всегда, и буду делать все возможное для победы». Полуфинальный поединок всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем-юниером Дортикасом состоится 3 февраля в рамках первого международного боксерского форума. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.